конечно огромное спасибо компании санит что она организовала вот такие вебинары потому что по опыту работы заказчиками очень много вот я буду голову наклонять тогда вроде не отсвечивает очки очень много проблем возникает очень много скажем так конечные заказчики не понимают что происходит у них с инфраструктуры из-за этого происходит масса проблем вот владимир подключается все отлично значит мы все уже в полном составе существует много проблем много непонятных вещей поэтому вот компания санит системный интегратор создала такую серию вебинаров и пригласила меня как модератора провести вот эти вебинары и соответственно затронуть несколько тем но первый вебинар у нас был по электроснабжению сегодня у нас семинар по созданию инженерных систем 100 в серверных помещениях немножко мы поговорим конечно мы не можем затронуть все темы очень глубоко сейчас вот спасибо владислав тут советуют на дело в том что я сижу напротив окна поэтому с окна у меня отсвечивает ну ладно ничего страшного я уж не буду вставать можно шторкой прикрыть но не буду вставать поэтому и соответственно действительно вот я столкнулся со своей работой что войти специалисты или представители от заказчика не совсем понимают что происходит более того хочу сказать даже под не все подрядчики понимают что происходит вот скажем мы сегодня затронем систему холодоснабжения и я часто сталкивался с тем что скажем у того же заказчика систему холодоснабжения ставят те же люди которые ставят обычные системы кондиционирования к сожалению вот эти технологии и вот эти подходы которые они используют при установке кондиционер в домашних условиях они не работают при установке пренцизионных кондиционеров и совершаются масса проблем масса масса ошибок но опять же говорю сегодня мы затронем несколько тем поговорим соответственно владимир алексеев из компании sonnet тоже у нас добавит какую-то информацию но и вы можете соответственно в чате тоже задавать вопросы за самый интересный вопрос мы подарим руководство которое есть на сайте 10.ru у нас уже прошлый раз очень активный один участник получил такое руководство и написал что действительно очень полезное руководство там очень много ссылок информации по требованиям рекомендации стандартов ну и несколько слов о компании sonnet sonnet компания системный интегратор соответственно компания sonnet предлагает интеграционный продукт предлагает построение сортов и у ребят очень хороший инженерный состав соответственно уже и и и накоплен опыт и компания sonnet делает соответственно полную полную линейку решений но владимир может добавить еще так сказать про компанию sonnet и парочку слов а вот я попрошу так сказать соответственно рассказать дмитрий как ты сказал наверно основная особенность нас как подрядчика то что мы предлагаем во первых полный спектр решений у нас компании два департамента условно это инженера и эти штуки что очень важно я вот хочу добавить что как раз тоже сталкивался что не все инженерные компании понимают хорошо идти системы это тоже очень важный момент я как раз еще шторку закрою володь продолжайте когда чем то есть мы сваливаем на закачка не от ни одной из задач как в плане выбор технических решений так и в плане процесса в целом спрагну начинаем проект выявление потребностей написание технического задания и заканчиваем вводу в эксплуатацию всего комплекса и дальнейшем сопровождении ну понятно да тогда мы продолжаем до владелец да ну наверное может стоит добавить что вот компания sonnet уже по по рейтингу заняла 15 место по по рынку по обзору рынка инженерные эти инфраструктуры и хочу отметить это семью с analytics это очень хороший результат потому что таскать ворваться в эту элиту это действительно очень непросто и для для понимания масштаба я бы хотел сказать что вообще в этом списке здесь вот так скриншотик небольшой вообще в этом списке сотня компаний а я думаю пара по россии больше пяти слов они не все в рейтинг в принципе попадаются ну да и если уж совсем дальше говорить всем честно обычно первый полтинник этого списка это москва мы являемся коренной нижегородской компании что еще сложнее можем войти сад мы никакой не филиал никакого крупного федерального интегратора не мест к русский интегратор это понял из и развивались за свои свои за свои деньги за деньги конкретного человека одного и более того у нас сейчас открыт с прошлого года свой офис в москве то есть мы идем из помощи столицу понятно ну коротко можно будет обо мне здесь если посмотреть будет страница вы все презентации получите компания sonnet вышлет в конце вебинара ну не самом может быть конце там в течение может быть дня или следующего дня информацию там поэтому вы можете посмотреть но коротко скажу что я специализируюсь на центрах обработки данных и да соответственно но серверные как вы знаете тоже связаны это маленький сот да то есть то же самое или как вы считаете ли есть какие-то отличия серверные от центров обработки данных я думаю зависит от подхода от рассмотрения да ну как как взять там дачный участок кто-то строит какую-то времянку и потом в ней живет а кто-то сразу вкладывается строительство нормального здания вот дмитрий спасибо в количестве пятерок я первый раз слышу в количестве девяток обычно все говорят так сказать но вот количество пятерок или так мысль надо развить просто наверно все таки девятки имели ввиду нет ни пятерки и либо на девятки ну на самом деле с девятками мы не будем останавливаться но там там тоже все я уверяю вас не просто и на самом деле от количества девяток не отличается серверно или там центр обработки данных более того очень интересно так раз мы девятки чуть-чуть затронули обтаем институт он своей своей документации уже лет как пять давно отказался от всех девяток и не декларирует никак не никакой уровень надежности соответственно девятками такой очень интересный момент но об этом не все знают все продолжают на девятки ссылаться но тем не менее такой момент очень интересный и конечно не от количества девяток зависит но мы на первом семинаре чуть более подробно уже рассматривали соответственно стандарты тя ей ей поэтому долго я не буду останавливаться просто здесь приведен слайд тем кто у нас не был на семинарах то есть вы можете посмотреть вот эти стандарты единственная вот курсором вот обвожу вот эти стандарты американские европейские они не бесплатные подход в америке и европе к стандартам такой что стандарты покупаются вернее они продаются бесплатных их нет стандартов скачать на сайтах практически невозможно только если можно какие-то старые-старые найти соответственно стандарты которые уже давно устарели ну и есть вот у нас инструкция sn512 7-78 года но в редакции 2000 года инструкция по проектированию зданий и помещений для электронных вычислительных машин очень хороший документ кстати тоже есть на сайте в редакции 2000 года который вы тоже можете скачать и посмотреть для соответственно сервера ну начнем мы со строительной части немножко конечно опять же не будем долго здесь углубляться там моментов постройки очень много потому что я часто курирую стройку со стороны заказчика чтобы то сказать не напортачили а если вот заказчик сам курирует иногда получается очень нехорошие моменты но первый наверное самый основной момент и бы про окна поговорим надо заделывать окна в серверных помещений связано это с двумя такими основополагающими моментами но понятно что через окна у нас проникает солнечная радиация то есть соответственно помещение нагревается то есть мы получаем дополнительное избыточное тепло которое нужно потом где-то будет ассимилировать соответственно ассимилировать придется на кондиционерах и это дополнительная нагрузка на кондиционерах мы вот в этом семинаре рассмотрим что очень часто кстати у заказчиков ну и опять забегая вперед я встречал меня приглашают на аудит заходишь в серверную стоят например два или там три кондиционера и все работают то есть резерва заказчика нет и любая остановка любого кондиционера уже приводит к перегреву соответственно сервиной либо к остановке остальных кондиционеров если это если это например кондиционеры работающие на фреоне с повышением температуры по высокому давлению кондиционеры могут друг за другом просто отключиться когда у нас уже не хватает соответственно мощности кондиционера поэтому окна заделываем и всегда часто иногда встает вопрос у заказчика да ведь это фасад мы портим фасад будет некрасиво скажем или там запрещают портить фасад в этих случаях существует очень простая технология рисуется окно то есть просто заделывается окно заштукатуривается и рисуется то есть это фальш окно получается да то есть и тем самым не нарушается фасад и тем самым решается вот это соответственно задачи ну и как раз мы на первом семинаре володя наверное помнит раз как раз рассказывал про заказчика и вот такое существо у которого окна нельзя было соответственно опять же заделывать и вот такое существует изящно классическое техническое строительное решение то есть окна надо заделать вторая причина по заделки окон который существует если мы ставим систему газового пожаротушения при срабатывании системы газового пожаротушения резко повышается давление и есть вероятность вылета либо стекла, либо окна на улицу при срабатывании системы газового пожаротушения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, наверное, минимальное последствие то, что система просто может не сработать, то есть потому что окно может вылететь в течение нескольких секунд буквально, а система пожаротушения рассчитана на то, что когда она заполняет помещение, то она, в общем, вот эта концентрация должна держаться по стандарту ИСО, сейчас уже номер не помню, но в течение минуты. Поэтому очень такой, соответственно, неприятный может возникнуть момент, и такие моменты, соответственно, были. Да, кто-то скажет, ну, более, так сказать, разбирающийся человек, но должны стоять клапаны сбросного избыточного давления, но, опять же, не все заказчики это знают, не везде они стоят, и все равно даже клапан сбросного избыточного давления может в этом случае не помочь, и окно может отправиться в полет, либо стекла. Соответственно, вот две такие очень серьезные причины для того, чтобы все-таки обязательно заделывать окна. Обязательно нужно проводить обеспыливание пола. Почему? Потому что очень часто, очень больше 50% случаев заказчик не проводит обеспыливание пола в сервере. Чему это приводит? Вроде бы кажется, ну, ну, пыль и пыль, да, то есть пыль мы где-то можем там отловить на фильтрах кондиционеров, что, кстати, тоже не очень хорошо. Вот. И тоже, когда фильтры забиваются в кондиционеров, это тоже может приводить к нехорошим последствиям, например, к возникновению точек перегрева, из-за того, что возникает избыточное давление, из-за того, что в системе резко, вернее, давление у нас возрастает в системе, соответственно, скорость кубатуры, подаваемого в воздух, а у нас падает. Опять же, не буду останавливаться в сложные технические детали, но все это взаимосвязано. Вот. И может, соответственно, точка у нас сдвинуться, рабочая точка, и нам просто не хватит кубатуры, и, соответственно, сервера или там IT-оборудование будет подсасывать уже теплый и горячий воздух, и тем самым будут возникать точки перегрева. То есть она постепенно-постепенно будет, соответственно, нагреваться, из-за того, что не будет хватать нам воздуха. Ну, на третьем семинаре мы еще по системе холодоснабжения поговорим, поэтому проводим обеспыливание пола, и другая причина. Понятно, что сервера там забиваются, тоже охлаждение становится хуже, IT-оборудование, что тоже может приводить, соответственно, к перегреву. Но и иногда был такой очень нехороший случай у одного из заказчика, у которого состояла система бесперебойного питания, но это как в серверной, как обычно, и ставится система бесперебойного питания прямо в серверной. Он не проводил, соответственно, работ по эксплуатации, потому что все работает. У нас, у IT-специалистов есть давно опробировано такое правило в IT-системах, которое шикарно работает в IT-системах. Если работает приложение, ничего не надо трогать, да, то есть не надо переписывать приложение, потому что любое изменение приложения, любое изменение скрипта иногда приводит к непоправимым последствиям, и все IT-специалисты это правило, ну, скажем так, более-менее разумные, его стараются соблюдать. Так вот, это правило в инженерных системах, увы, не работает. И были случаи замыкания из-за того, что у нас набивалась пыль, не проводилось обслуживание источника бесперебойного питания, соответственно, образовывалась дуга, и сгорали источники бесперебойного питания. То есть в инженерных системах вот такой подход, соответственно, к эксплуатации, к сожалению, не работает. Там логика, IT-логика не работает. Поэтому обязательно проводим обеспыливание пола. Если обеспыливание пола вы не проведете, то вы всегда будете жить с пылью в помещении. То есть практически она всегда будет образовываться. Ну и также не забываем про обеспыливание помещения в ходе проведения работы. Вот я проводил аудит. Вот мы посмотрим в конце аудит одной серверной. И что сразу я увидел, когда зашел. То есть, опять же, люди, которые обслуживают здание, установили кондиционер и не убрали пыль. То есть пыль прямо, вот как кондиционер они сверлили, как они ставили, пыль, соответственно, находилась прямо вот под этим кондиционером, на карабах, на полу и так далее, и так далее и тому подобное. Вот. Все это, конечно, нехорошо влияет. По стройке там еще очень много, соответственно, моментов, но, как говорится, мы не можем все прямо буквально за короткое время остановиться. Дмитрий, спасибо за вопрос. Существуют специальные составы и пропитки составов, просто пылесосом недостаточно пройтись. Там существует определенная технология, соответственно, работы и подготовка помещений. Вот. Вопрос отличный. По серверным стойкам. Тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что расстановка серверных стоек в помещении серверной сделана, к сожалению, неправильно. Основные правила расстановка серверных стоек делаем так, чтобы холодный воздух подавался с фронта, а горячий выходил сзади или там сзади и наверх. Ну, понятно, что горячий воздух у нас поднимается наверх, поднимается, соответственно, к нашим кондиционерам. Вот важно, соответственно, делать такую расстановку. Иногда расстанавливают совсем по-другому. Также вот сейчас вот, ну, вот в ходе семинара расстановка IT-оборудования в серверных стойках должна быть тоже правильная. То есть, чтобы это оборудование забирало с фронта и, соответственно, выбрасывало назад. Потому что, опять же, удивительно, но часть оборудования стоит неправильно, и это тоже приводит к точкам перегрева и перегреву IT-оборудований. И к всяким там фатальным, соответственно, неприятным возникающим точкам перегрева. Особенно такие точки перегрева, если оборудование расставлено неправильно, или там серверные стойки расставлены неправильно, или кондиционеры расставлены неправильно, это часто наблюдается фатально именно. То есть, вы не можете определить, в какой момент это происходит. И происходит это часто в тех случаях, когда, скажем, один кондиционер отключается, а другой работает. И наоборот, то есть, происходит, соответственно, ротация кондиционера. И это очень сложно, скажем, не специалистам выявить. Понятно, что специалисты, кто занимается аудитом, они, в принципе, при входе уже в сервер определяют достаточно быстро вот эти проблемные участки. Тем не менее, сами IT-специалисты должны правильно, соответственно, расставлять оборудование. часто места не хватает, поэтому иногда IT-оборудование ставят так, что, скажем, они дуют друг на друга, чтобы, так сказать, вот места не хватает. Соответственно, скажем, один свитч поставили в одну сторону, другой свитч развернули в обратную сторону, и они друг на друга дуют. Это все приводит к перегреву. Часто иногда у нас получается короткое оборудование. Желательно его тоже ставить наверх, чтобы оно тоже, когда выдувает воздух, не подогревало оборудование, которое находится выше, которое длиннее, соответственно, по длине. Тоже такие случаи были выявлены, выявляемые в ходе аудита. И, соответственно, вот вроде бы такая вот простейшая-простейшая вещь, расстановка оборудования, она не всегда, к сожалению, делается правильно. Перед фронтом стоя крайне желательно делать расстояние 1200 миллиметров, чтобы было достаточно кубатуры воздуха подаваемого, либо снизу, либо сверху. И, соответственно, чтобы удобнее было работать с оборудованием. Ну и сзади также желательно не менее 600 миллиметров оставлять, чтобы тоже можно было, соответственно, проводить какие-то работы. И для этого, если у нас место ограничено, а вот как раз серверные отсодов отличаются тем, что место в серверных у нас крайне ограничено, приходится всегда как-то крутить это оборудование, где-то искать вот это место. Часто, вот, кстати, ну, наверное, те, кто сталкивались, с серверами у нас выделяются помещения не в самом лучшем месте и по остаточному принципу, и чаще всего это бывшие туалеты почему-то. Вот, и, соответственно, вот это все вот приводит к тому, что оборудование наполняется. Сейчас пришли Blade-системы, которые дают огромную тепловую нагрузку на, соответственно, на серверную. И это все, опять же, приводит вот по всяким проблемным участкам, перегреву там и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, если места не хватает, сзади используйте, соответственно, распашные двери, чтобы было удобнее. Естественно, надо использовать перфорированные двери, потому что, опять же, часто закупают оборудование шкафы с очень красивым стеклом. То есть, действительно, очень красиво смотреть на индикацию, на лампочки, которые мигают. Но, если у нас воздух подается с фронта, вот эти красивые двери, вернее, ты уже приходишь в серверную, и чаще всего просто двери у нас стеклянные. Ту функцию, которую они должны были, они не играют, они просто открывают. То есть, IT-специалисты вынуждены, соответственно, или обслуживающий персонал вынужден открывать эти двери. То есть, заходишь в серверную, все двери раскрыты. Я всегда говорю, ребят, ну, вот ваша серверная, вы ее, соответственно, обслуживаете. В 99% случаев, не беру те случаи, когда делаются закрытые системы, по системам охлаждения, эти двери вообще не нужны. То есть, эти двери можно было бы снять. Более того, даже это, оказалось бы меньшее сопротивление, соответственно, на вентилятор кондиционера, и больше бы поток проходил воздуха, или кондиционер подавал бы больше поток воздуха, и меньше бы возникало проблем с перегревом. То есть, двери в идеале можно вообще снимать, выкидывать, продавать, отдавать, сдавать в аренду, там, и так далее, и так далее. Но если нет возможности, или по каким-то причинам, а причины есть физической безопасности, мы хотим обеспечить, разделить, например, доступ в серверную, у нас там, например, приходит служба одна, например, там, или там, другая служба, соответственно, есть доступ к шкафу у одной службы, и не нужно, чтобы другой, да, тогда лучше ставить перфорированные двери. Двери, соответственно, ставим еще и по причинам, что в ходе эксплуатации часто, вернее, такие случаи были, что если дверей нет, иногда, в общем-то, там падали лестницы, и люди падали, когда-то что-то перемещается, ударяли IT-оборудование, то есть двери, в общем-то, еще играют роль физической защиты и ограничения, соответственно, доступа. Поэтому используйте, соответственно, перфорированные двери. По крайней мере, говорю, что чаще всего 99% случаев, когда используют красивое стекло, его просто либо снимают, либо просто открывают вот эти, соответственно, двери. Охлаждение серверное, то есть очень много проблем связано с тем, что охлаждение серверное, во-первых, посчитано неправильно, во-вторых, расстановка кондиционеров сделала неправильно, неправильно проводится эксплуатация кондиционеров, и, соответственно, очень много ошибок из-за монтажа, соответственно, системы кондиционеров. То есть это очень тонкий момент. Дело в том, что вот сами себе представьте, что вот когда мы ставим дома кондиционеры, они у нас используются, скажем так, не круглосуточно, или если уж круглосуточно, то не круглогодично. То есть они, соответственно, рассчитаны на определенный достаточно маленький ресурс. И, скажем, даже если при монтаже у вас там попал воздух в фреоновую систему, да, в воздухе у нас всегда находится влага. Эта влага, к сожалению, будет у нас взаимодействовать с 410 фреоном, а сейчас система практически все работает на 410 фреоне. Но, скажем так, эта ошибка проявится там не сразу. Ну, если уж совсем там, конечно, не накосячили монтажники, но она с каким-то, может быть, там в течение нескольких лет будет проявляться или там компенсируется на фильтрах и так далее. Но когда, соответственно, вот эти же монтажники ставят системы прецизионного кондиционера для серверных, то требуется уже определенная и правильная технология. Как я говорил, неправильно расставляют кондиционеры. Очень часто, чаще всего в серверных у нас места, опять же, мало, поэтому кондиционеры ставятся наверх и расставляются неправильно, расставляются таким образом, что происходит перемешивание холодного и горячего воздуха. То есть крайне желательно их расставлять так, чтобы не происходило перемешивание горячего и холодного воздуха. Как мы говорили, холодный воздух должен подаваться с фронта, соответственно, горячий воздух должен, соответственно, подходить к кондиционерам. Неправильно рассчитана или учтена мощность кондиционера. Вот написано, мы тоже вот кейс посмотрим, написано на кондиционере, допустим, 10 киловатт. На самом деле по Евровенту допускается плюс-минус 7 процентов по холодопроизводительности, по ошибкам. Ну, сами догадайтесь, какую сторону обычно получается вот эта холодопроизводительность. Естественно, не плюс. То есть это вот стандарт, который вообще допускает, то есть условно говоря, если у вас 10 киловатт, то в принципе, если кондиционер будет вам выдавать мощность 9,3 киловатта, то это вообще, он проходит по всем, соответственно, параметрам Евровента. Но это первый такой момент. Второй момент. Дело в том, что кондиционеры, когда у нас и холодопроизводительность, указанная холодопроизводительность, указывается при определенной температуре снаружи. Ну, например, указывается, чаще всего указывается при температуре 35 градусов. Если у нас горячее лето, вот было 2010 год, температура поднимается свыше 35 градусов, то холодопроизводительность кондиционера уменьшается, падает холодопроизводительность. И второй момент. Это еще ладно, да, такой момент. А второй момент. Дело в том, что эта холодопроизводительность указана при определенной температуре внутри помещения. И эта температура у нас порядка, да, где-то 27 градусов или там 25 градусов, в зависимости там от типа кондиционера. Ну, чаще всего в Сервенах я сталкиваюсь с тем, что ставят кондиционеры, у которых холодопроизводительность указана при параметрах 27 градусов. А мы поддерживаем температуру даже не 22, не 24 за счет перемешивания потока, а пытаются, соответственно, служба эксплуатации снизить температуру по, соответственно, по желанию IT-специалистов. Потому что нам кажется, чем холодней, тем лучше. Да, есть свои, соответственно, плюсы, когда холоднее, лучше, мы не будем на них, соответственно, останавливать. Но есть и минусы. Дело в том, что холодопроизводительность кондиционера при уменьшении температуры у нас резко уменьшается. То есть он не будет выдавать холода, а тем самым можно получиться так, что, опять же, кондиционер будет работать без резерва, потому что не будет хватать холодопроизводительности, соответственно, кондиционера. Неправильно рассчитана мощность кондиционера. Ну, здесь еще написано, мы не будем останавливаться, на семинаре мы тоже рассматриваем еще и воздушные потоки. То есть, соответственно, кубатура воздуха должна быть обязательно обеспечена, ту кубатуру, которую запрашивают наше IT-оборудование. И еще самое страшное, мы же еще и БП ставим в серверном помещении чаще всего, да, то есть в 99% случаев. И у БП вентиляторы – это просто страшнейшие, мощнейшие пылесосы, которые всасывают этот воздух и забирают у бедного IT-оборудования, так сказать, вот этот поток воздуха, что, опять же, приводит к перегреву. То есть, соответственно, моменты такие, что надо все это учитывать, надо все это считать. Естественно, те вот подрядчики, скажем так, не специализирующиеся на центрах обработки данных и серверных, это считать не умеют, это не понимают, процессов не знают происходящих. Они привыкли, что идет перемешивание у нас воздуха, соответственно, в помещении, кондиционеры не прецензионные, кондиционеры не рассчитаны на круглогодичную работу, и это все вот, соответственно, приводит к сожалению, к ошибкам. Ну и, как я говорил, очень много, очень много проблем при неправильной заправке и монтаже, перезаправке кондиционеров и так далее, и так далее, и тому подобное. Тем более, что какой еще очень сложный и нехороший момент при использовании, соответственно, кондиционеров, но я сейчас говорю про фреоновые кондиционеры, потому что я не беру про фэн-коилы, которые работают на воде, потому что в серверных они практически не используются, если это не огромная, не огромная там серверная. Поэтому 99% серверных у нас используются, соответственно, кондиционеры DX-системы, фреоновая система, и сплошь и рядом проблемы при неправильной заправке и, соответственно, монтаже кондиционеров. И самое, наверное, основное, самое больное, дело в том, что эти кондиционеры у нас должны работать зимой, как ни парадоксально, выдавать холод в зимнее время. Так вот, в зимнее время и холодопроизводительность может еще уменьшиться. Ну и не говоря о том, что если мы не сделаем какие-то технические решения, причем правильные технические решения с учетом зимнего периода времени, то это еще может приводить к тому, что зимой будет падать, соответственно, давление, и по низкому давлению кондиционеры могут уходить в аварию. То есть, вот в жаркий период мы все знаем, что это проблема, люди знают, многие знают, что нужно поливать внешние блоки там и так далее, как-то, так сказать, технические решения, но есть еще и проблемы зимой с этими, соответственно, кондиционерами. Опять же, по холодную снабжению мы еще третий день посмотрим, нам компания Sonet напишет, я сейчас не буду смотреть в календарик, или ладно, посмотрю в календарик, когда у нас в сентябре, какого сентября у нас будет проводиться семинар, или уже нам помогают. 12 сентября, Светлана, огромное спасибо, что вы тоже с нами и, так сказать, слушаете этот семинар и пишете. 12 сентября у нас еще будет по холодную снабжению, мы там более-более подробно остановимся по системам холода снабжения. Как я говорил, какие проблемы в серверных работах кондиционеров без резерва, я, конечно, встречал еще и серверные, где стоит один кондиционер, когда один кондиционер это вообще огромные риски, ну и слышал такую, говорю, ребята, а почему у вас один кондиционер стоит? Ну, у нас очень хорошие ребята, обслуживают там и так далее, вот хочу вам рассказать историю, да, ребята хорошо обслуживают, кто-то уходит из этих ребят в отпуск, ну и почему-то как раз вот летом именно вот происходят какие-то вот коллапсы, происходит проблема именно тогда, когда нельзя, невозможно, соответственно, сделать работы именно, скажем, в летний период. Вообще кондиционеры ломаются всегда, и вообще оборудование, вы знаете, да, что ломается в самый неподходящий момент, часто это выходные дни, и наиболее часто происходят, соответственно, сбои, вот как будто оборудование всегда ждет, вот когда все покинут помещение, и, соответственно, в этот момент какие-то, то есть, выходные тоже некоторые, кстати, не просто достать, а особенно монтажников, вы знаете, да, люди могут расслабляться, могут из-за города уже не вернуться, из-за состояния и так далее, то есть, поэтому, ну и даже если бы они вернутся, что-то делают, все равно это приведет к тому, что, скорее всего, надо будет останавливать систему кондиционеров, если она уже не остановлена, и, соответственно, проводить какие-то работы на живую, это всегда очень неприятно, всегда очень нехорошо. Хорошо, конечно, если у вас серверная, или, скажем там, IT-системы такие, что позволяют вам проводить остановки и обслуживание кондиционеров, но чаще такого нет, чаще всего одна серверная, все на ней завязано, соответственно, в России болеть и ремонтировать в выходные нельзя, рискованно. Ну, тем не менее, я хочу сказать, по опыту Светланы, именно в выходные чаще всего ремонтируют, потому что все-таки нагрузка в выходные падает, бухгалтерия не работает, целы не работают, часто всего в выходные. Да, и, правильно, Андрей, приходится именно в выходные делать обслуживание, если нет резерва, то есть это, скорее, это единственные дни, когда, в общем-то, можно сделать, ну, либо поздно вечером. Да, то есть, ну, тем не менее, проблема охлаждения, работа кондиционеров без резерва, то есть, тоже обратите внимание, если у вас, допустим, стояло два кондиционера, часто так бывает, один работает в резерве, другой, соответственно, не работает, или настройка сделана там, температура повышается, подключается второй, а часто уже все, они два, оба молотят и оба работают, потому что, когда это изначально делали, скажем, добавили какое-то IT-оборудование, или сделали замену IT-оборудования, ну, и, соответственно, нагрузка там тепловая возросла, или, опять же, имейте в виду, кондиционер, это надо обслуживать, и холодопроизводительность их еще будет падать из-за того, что у нас происходит запыление, загрязнение, соответственно, испарителя, конденсатора и так далее. Тоже, кстати, холодопроизводительность с течением времени не падает, это тоже надо учитывать, никто это, естественно, не учитывает, об этом не думают, ну, и, соответственно, вот это первый пункт, очень серьезная работа кондиционеров без резерва, сразу обратите внимание, то есть, посмотрите, как у вас кондиционеры, есть ли резерв. Часто проблема циклинг кондиционеров, то есть, очень часто включается, либо переключаются, соответственно, кондиционеры, это ошибка из-за неправильных распределения потоков, мы на, соответственно, 12 сентября об этом поговорим, ну, и остановка кондиционеров часто приводит к тому, что сначала один остановился, потом второй и так далее, происходит, соответственно, остановка всех кондиционеров и остановка, соответственно, серверного помещения. Вот, и правильно, как Алексей пишет, техническое окно только с субботы до часа ночи, в воскресенье всего 3 часа в неделю, да, то есть, у многих вот именно такой режим. Но это совсем такой, скажем, там, жесткий, соответственно, IT-системы, видно, работают на, соответственно, круглосуточную, круглорежимную работу рассчитанную, вот, где Алексей работает. И остановимся по электропитанию в серверных. Ну, очень часто возникает перегрев аккумуляторных батарей. У одного из клиентов был катастрофический случай и очень нехороший случай. Опять же, в выходные происходит отключение от города электропитания. Должен запуститься дизель, но он почему-то именно в выходные решил не запуститься. Переходит работа на аккумуляторные батареи. И вот тут, хочу сказать, есть одна такая вещь, очень тонкая-тонкая вещь. Батареи настраиваются и должны настраиваться и отключаться при низком, соответственно, напряжении. И довольно часто неправильно это настраивается. В силу разных причин не буду останавливаться. Кто-то иногда спешит, кому-то не хватает опять знаний технических, да, то есть вроде как, ну, что такое источник бесперебойного питания. Надежный. Мы покупаем там самый лучший источник бесперебойного питания. Он должен работать. Но поверьте мне, что любой источник бесперебойного питания еще нужно правильно настроить. С учетом нагрузки там и так далее. Существующей нагрузки. Так вот, происходит переключение на источник бесперебойного питания. Он работает в субботу-воскресенье. В понедельник они приходят, видят эту ситуацию. А он еще все работает, все нормально, да, то есть кажется все нормально. Но на самом деле он уже ушел в глубокий разряд. Хотя, опять же, по всем параметрам кажется, что все было настроено и выставлено правильно. Естественно, запускают дизель-генератор. Потом там подключается город, начинаются заряжаться аккумуляторные батареи. Но из глубокого разряда, к сожалению, эти батареи заряжаются уже с проблемой. Возникает сильный перегрев. Возникает терморазгон. И, соответственно, температура резко повышается. И вот, в общем-то, люди вот рассказывают такую следующую ситуацию. То есть они сидят где-то уже на другом этаже, чувствуют какой-то запах горелого. Все начинают бегать, поздравить, что-то вот пахнет. Ну и подходят к двери, она раскалена. К двери аккумуляторной батареи. То есть очень тонкий момент. И вообще, скажем, сбои, связанные в системах, в IT-системах, в инженерных системах из аккумуляторных батарей, по всей статистике, самые большие. Неправильная также производится замена батарей, вышедших из строя, или, скажем, слабых батарей. Часто производится неправильная зарядка аккумуляторных батарей. Вот один из случаев я вам, соответственно, в сервере рассказал, которое, соответственно, происходило. Не обслуживаются источники бесперебойного питания, потому что и так все работает. Оборудование мы купили хорошее, надежное. Вообще, мы год уже не обслуживали, зачем это продолжать обслуживать и платить деньги. Тем более, вы знаете, сейчас, или, скажем так, у многих сокращение расходов. Многие, соответственно, особенно вновь пришедшие топ-менеджеры проводят политику, им нужно показать быстрые результаты, а быстрые результаты в кризис можно показать только сокращением расходов. Ну и зачем там чего-то обслуживать? Когда все и так замечательно работает. Кстати, вот зашел тоже в один из банков, ну или как зашел, пригласили, соответственно, на аудит, потому что почувствовали что-то нехорошее. Ну и спрашиваю, а ребята, а когда вы проводили обслуживание? Ну и человек говорит, да вот я как пришел работать никогда. Я говорю, когда-то вы пришли работать? Да уже года два я отработал. То есть, ни ИБП не обслуживались, соответственно, не обслуживались системы кондиционирования. К сожалению, вот здесь эта логика никак не работает. То есть, система надо обслуживать, иначе быть беде. Иначе можно потерять гораздо больше денег, чем на обслуживание. То есть, вот здесь экономия может очень выйти, соответственно, выйти боком вам как конечному, соответственно, заказчику. Ну и электропитание в серверных. В некоторых серверных отщелкиваются автоматические выключатели. То есть, срабатывают тепловые рассыпители. При этом, естественно, не зная физики, почему это происходит, автоматические выключатели тут же включаются снова. И через там какое-то время тоже может происходить, соответственно, отключение. Про КЗ я уж не буду рассказывать. Там разработают электромагнитные рассыпители. И там другая технология. Там другая проблема связана. Но довольно часто в серверных отщелкивают... У некоторых, соответственно, клиентов отщелкиваются автоматические выключатели. Связано это с несколькими моментами. Связано с тем, что нагрузка больше на автоматический выключатель. Либо автоматический выключатель некачественными. Не буду называть здесь бренды. Но есть бренды, которые не стоит использовать в серверных. Дома еще можно использовать. Пожалуйста, там используйте. Но в серверных крайне желательно использовать все-таки надежное, качественное оборудование. Использовать бренды и покупать их, соответственно, крайне нежелательно на рынке. Или, скажем, на рынке. Но точно вы должны знать источник канала. Потому что еще и существуют подделки по автоматическим выключателям. Соответственно, это очень важный момент. Вспомнил еще одна из причин отключения автоматических выключателей. Связано с тем, что неправильно распределяют нагрузку с двойными блоками электропитания. То есть нередко оборудование с двойными блоками питания подключают в одну ПДУ. И, соответственно, у одного из клиентов у меня было два города, две городских линии. Все как бы хорошо. Но при отключении в одной из городской линии питание переходило на ПДУ. Ну и, соответственно, либо ПДУ отстреливалась, либо там автоматический выключатель через какое-то время фатально. Вот в том случае там автоматический выключатель отстреливался и, соответственно, выявили вот эту причину. То есть, ну а IT-специалисты там отстреливаются. Тут же его, соответственно, включали. Через некоторое время опять тепловой рассыпитель, соответственно, срабатывал. И, соответственно, это не решает проблемы. То есть, тоже очень такая нехорошая, неприятная вещь, которая происходит с серверами. Ну, сейчас рассмотрим, черный список прислотить, нет, к сожалению. Дело в том, что я являюсь независимым экспертом рынка, поэтому я даже на своих семинарах, скажу честно, я не даю, скажем там, не делаю ни черный пиар, ни белый пиар. Да, я могу назвать, скажем, white list, да, то есть сказать, что вот, ребята, используйте вот то-то-то-то-то-то-то-то-то, да, то есть, но не используйте, соответственно, ну, опять же, я вам намекаю, что не надо использовать те технические решения, которые чаще всего используются, скажем, дома. И то я хочу сказать, у себя дома я автоматические выключатели все равно использую качество. Плачу иногда, плачу, но плачу, да. Вот, ну, что делать, вот, это, в общем, все, что связано с электрикой, это такая вещь, тем более, если мы говорим про IT-систему, и вы знаете, да, то есть, если мы отстрелим IT-систему без нормального шутдауна, то потом поимеем, то есть, можем, конечно, не поиметь, но чаще всего с откатами назад получается очень серьезный, очень серьезный головняк. И даже, хочу сказать, что это вот не только в России, а даже вот на Западе, там вроде и система всей, и есть резервная система, и есть активная синхронизация, там, и так далее, и так далее, но, тем не менее, масса проблем происходит из-за того, что отключаются автоматические выключатели, там, соответственно, или выключатели, АВР неправильно срабатывает, нет синхронизации и так далее, то есть, при том, что двойные блоки питания, все вроде должно работать, уровень напряжения у нас на блоках питания замечательный, там, и так далее, но чудес, чудес полно, и, к сожалению, раз на раз, соответственно, не приходится, а если неправильный у нас происходит шутдаун, то, вернее, шутдауна вообще нет, вернее, он не отрабатывается, да, или не успевает отработаться, такие тоже случаи были, то потом накатывать системы бывает очень проблематично, и это, в общем-то, ну, очень серьезная головная боль для IT-специалистов, вот, поэтому, соответственно, все-таки, скажем так, экономить, конечно, надо, но надо очень все это грамотно делать. Вот, чуть забегая вперед, очень часто я тоже, ну, вот, вспомнил такие случаи, меня спрашивают, а Дим, вот, ну, а зачем там прецизионные кондиционеры в серверной? Ну, и они правы, то есть сама поддержка точной температуры в серверной, вот такой, прямо, знаете, там до 0,5 градуса или там до 0,1 градуса, мы не кристаллы там выращиваем и так далее, она не нужна, конечно, не нужна, но прецизионные кондиционеры цены именно своим ресурсам, да, то есть и своим техническим решением, которые используют тем качественным оборудованием, которые уже там устанавливаются, то есть самой прецизионной, то есть саму вот поддерживать температуру прям точно там до 1 градуса никакого, вот я еще раз хочу, никакого смысла при современном развитии техники нету, вот. Поэтому как прецизионной, да, не надо, но вот надо, соответственно, надо использовать оборудование качественное, которое имеет большой ресурс, которое рассчитано на круглогодичную, соответственно, круглосуточную работу. А вы знаете, что сейчас практически нет предприятия, где люди не работают круглогодично, и вот IT-специалисты мне, наверное, не дадут соврать, если некоторые выставляют временные, ну вот что вот в системе работают там, ну, например, там с 8 утра до 8 вечера, потом приходит какой-то директор и говорит, ребят, откройте, соответственно, время работы и сделайте мне окно, потому что я ночью тоже работаю или там с утра встаю, мне пришла какая-то мысль, мне надо там, соответственно, поработать. Ну и таких людей уже становится все больше и больше, да, то есть кто-то уехал в отпуск, где там смещение времени, да, то есть происходит, путешествует, соответственно, работает и так далее и тому подобное. То есть система должна, к сожалению, работать круглогодично. Ну а может быть к счастью. К счастью, наверное, для тех, кто занимается инженерными, соответственно, системами. Оптимальная температура 18-24 градусов зависит от многих, соответственно, факторов, но где-то вот такой параметр вы должны, соответственно, поддерживать. Опять же, очень там есть несколько факторов, поэтому я не буду в это углубляться. И по системе холодоснажения, и Владиславу спасибо, соответственно, за вопрос, мы, соответственно, поговорим еще про это, про подробнее. Ну и теперь поговорим немножко про аудит конкретной серверной, который я проводил. И, соответственно, рассмотрим один из аудитов серверной, какие там были ошибки, какие были проблемы. Ну почему потребовался аудит серверной? Ну дело в том, что в 2010 году было очень жарко, и, соответственно, кондиционеры успешно отключились при вот этой прижаркой температуры по высокому давлению. И, соответственно, хочу сказать, что у заказчика круглосуточная работа. Они найти системы, это брокерская контора, они зарабатывали деньги на финансовых операциях. Сами знаете, то есть для них это, в общем-то, скажем, даже остановка на одну минуту, это потеря достаточно большого количества денег. Не говоря о том, что если там уж на час останавливается или там на день, то, в общем-то, убытки они несли очень большие. И они в 2010 году понесли огромные убытки. Это, конечно, кейс был не в 2010 году. В 2010 году они каким-то образом, значит, там еще установили один кондиционер, как-то быстренько там залатали, в общем, и так далее. Но, тем не менее, эта проблема их очень серьезно беспокоила, и они вышли на меня, соответственно, с этой проблемой. И вторая причина. Они планировали достаточно сильно расширить состав оборудования. Компания росла. Вот, кстати, и сейчас они успешно работают на криптовалюте. Вот, то есть они со мной поддерживают, они консультируются по, соответственно, инженерным системам, продолжают со мной работать. Ну вот, на тот момент у них еще и планировалась установка Blade системы дополнительно и, соответственно, система хранения данных. У IT-специалиста возникли серьезные проблемы, потому что, ну, вернее, как бы он, его тогда очень сильно наказали, вплоть до сказали, что еще раз, и, в общем-то, мы, наверное, скорее всего, возьмем другого. Зарплата там приличная. Я бы там тоже хотел даже работать, но меня туда не возьмут, конечно. Вот. И вот это все привело к тому, что они заказали, соответственно, аудит сервины, потому что действительно очень переживал IT-специалист у них за работу инженерных систем. Аудит проводился с точки зрения, соответственно, надежности, с точки зрения еще стандартов, ну, то есть на какой-то стандарт мы опирались, и была еще сделана разработка рекомендаций по устранению недостатков в инженерной инфраструктуре, и принималось решение, а надо ли еще переносить серверную или там ее расширять с указанием ограничений, которые невозможно будет осуществить в существующей сервере. То есть вот у них такое, соответственно, возникла такая работа. Вот план расстановки оборудования. Видите, такое у нас небольшое помещение, это бывший туалет. Соответственно, над этим помещением находился еще туалет сверху, полтора на 3,7 метров. Шкафчик вот здесь, Ш1, он у них стоял, соответственно, снаружи. R тут у нас, это розеточки. S1, S2, S3, S4, это наши шкафы здесь были расстановлены. Кстати, неплохо расстановлены, друг напротив друга они смотрели. Вот здесь, видите, здесь совсем узкое место. Здесь у них, я, кстати, не смог туда пролезть со своими габаритами. Вернее, может быть, я бы и смог, но я побоялся, что оттуда не вылезу вообще. Вот. Вот так два, соответственно, кондиционера было расставлено. И, соответственно, компания не бедная, то есть оборудование у них стояло очень качественно. Видите, даже и на шкафах ребята не экономили. То есть шкафы у них стояли IPC. Источники бесперебойного питания у них стояло IPC Symmetra. Активное оборудование АТС Nortel. Коммутаторы у них CISCO. В серверах Юлит Паккорды. Пассивные коммутационные панели. Ну и, соответственно, вот планировалось поставить HP систему, Blade систему. И хранилку еще, сейчас уже не вспомню, по-моему, они Hitachi хотели поставить. А, нет, тоже HP. Sorry, тоже HP вспомнил. Hitachi это другой объект. Тоже HP, соответственно, хранилку. Они еще хотели, соответственно, добавить. Ну, ребята росли и до сих пор вот растут. Ну, первое, самое, наверное, неприятное. Вот она, вот это вот было помещение. Над этим помещением у нас находился туалет. Вот, соответственно, всегда существует риск того, что что-то здесь произойдет с канализацией, с канализационными трубами, с туалетами. То есть это периодически происходит. Причем может произойти, опять же, субботу-воскресенье. Соответственно, вода здесь образуется и начнет протечка либо по стенам, либо там где-то вода дырочку, соответственно, найдет. Очень, соответственно, неправильное и опасное расположение. При этом сразу хочу сказать, что да, конечно, если места нет, можно это делать. Но забегая вперед, ставьте туда датчики. Вот именно часто в Гулу приходят поставить датчики протечки вот сюда. Да, то есть, но когда уже здесь у нас будет вода, то, соответственно, поверьте мне, это уже, скорее всего, будет очень уже серьезная проблема. Потому что, если, скажем, с туалета начнет заливать либо там по стенам, ну по стенам еще ладно, там какое-то время там все продержится. Но если начнет заливать, то здесь есть вероятность возникновения КЗ. Ну а, скажем так, есть вероятность, что неправильно сработают автоматические выключатели или поздно сработают, что могут и правильно, но, скажем, с задержкой времени. Может образоваться дуга, дуга выжигает все, к сожалению. Поэтому вот с такими, конечно, с таким размещением обязательно, если это нельзя, уйти от такого размещения, то вот здесь ставим датчик еще обязательно протечки. Вот вроде нетривиальная мысль, простая нетривиальная мысль, но тем не менее она может спасти огромное количество денег, да, то есть и так далее. Ну вот как я вот, вход в серверную был, соответственно, перекрыт шкафом, вот, то есть никакого места не было для, соответственно, расширения. Ну, видите, немножко такой бардачок здесь справа, но это, как говорится, тут еще нормально, да, то есть бывают и пострашнее, да, то есть, соответственно, бороды и там и так далее. Ну вот одно из оборудований, как видите, вот это, причем оборудование связи. Посмотрите, вот этот шнур, как натянут питание, не помню, здесь уже то ли транссивер стоял, то ли еще что-то, но вот здесь тоже оборудование висит, прямо оборудование, то есть вот подводится оптика, все в натяжку, вернее, вот подводится оптика, оно прямо вот висело, прямо, причем я говорю, что сделано в натяжку. Это вот сзади шкафа, куда я не смог пролезть, вот у них IT-специалист, он такой худенький, он, так сказать, туда вот пролезал, он мне вот сделал, так сказать, фотографию, и жесть это даже ни слова, да. Не помню, да, по-моему, да, где-то вот 25 или 30 сантиметров, но я говорю, я не рискну, потому что я боялся, думаю, вот я сюда влезу, и со страху, мало ли, человек там начнет тепло выделяться, расширяться, и думаю, ну, 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 их лучше я не полезу туда, так сказать, страшно было туда залезать, вот. Как видите, заключение, часть телекоммуникационного оборудования размещена на стенах, оно не закреплено, висит, может привести к обрыву канала передачи данных, кабели питания находятся в натяжении, могут выпасть из устройства, да, то есть ширина проходов и стенков ограничена, крайне затруднительно. Для некоторых сотрудников просто невозможно пройти между шкафами и стеной для проведения работ по обслуживанию, соответственно, смонтированное оборудование. Ну, и в случае возникания пожара или паники будет крайне сложно пройти с огнетушителем и потушить пожар. У них системы газового пожара тушения не было, соответственно, там огнетушитель, ну, вот, если представить, что что-то там возникает, я хочу сказать, что в панике люди, ну, туда вот вряд ли вообще пойдут, а скорее всего начнут тушить через серверные углекислотой и, соответственно, я думаю, тепловой удар оборудование может там, соответственно, получить в случае срабатывания, в случае, соответственно, там тушения пожара. Ну, и, соответственно, вывод простой, было необходимо увеличить размеры серверного повещения или выбрать другое место для размещения серверного, потому что, ну, крайне ограничено, соответственно, место было в серверном помещении. Также мы протестировали структурированную кабельную систему, кстати, тоже очень интересно, IT-специалист говорил, да, ну, там с кабелем у нас все в порядке, там, соответственно, никаких проблем, я говорю, ну, давай хотя бы, говорю, 24 там пробежимся по разъемам, так сказать, ну, вот и пробежались, и тут же, вот видите, в одном из, соответственно, разъемов даже был обрыв проводника. Я уж не говорю, что некоторые были перепутаны пары, да, то есть и в паре проводники и так далее, и так далее, то есть, соответственно, ну, скажем так, не очень это все хорошо, на коротких расстояниях иногда это еще все работает, но, тем не менее, проблемы тоже могут возникать, соответственно, с рабочими местами. И, кстати, у меня был один случай такой интересный, одна из бухгалтерий что-то жаловалась все на 1С, жаловались они на 1С, что-то вот при большом трафике там что-то, когда начинают, у них все отключается, но вот оказалось, проблема была в кабеле, то есть они там и коммутаторы меняли, и там перенастраивали, бегали, а потом мы просто протестировали, и оказался канал был очень, проводники были перепутаны, и линк был, зеленый интегратор был, а в голову не приходилось, что именно уже проблема была, соответственно, с кабельным каналом. Тоже мы, соответственно, после 24-х, они, соответственно, мы продолжили тестирование и протестировали всю структурированную кабельную систему. Ну, отсутствовала маркировка слаботочных кабелей на коммутационных панелях и модулях, отсутствовала маркировка, что, опять же, усложняет работу IT-специалистов по коммутации, подключению, отключению патч-кардов, и могло привести, соответственно, к каким-то ошибкам. Также я вот обнаружил, у них был микроизгиб, тоже очень, кстати, довольно часто вот такие возникают, такие проблемы возникают. Дело в том, что микроизгибы, опять же, линки есть, все светится, все работает, но постепенно, постепенно волокно может, соответственно, из-за этого макроизгиба приводить к проблемам в кабельном канале, причем обнаружить это будет очень достаточно сложно. Это уже надо использовать совсем другое оборудование, другого класса. Тоже часто, часто вот такая вроде вот простая-простая ошибка, но с оптическими кабелями такая проблема очень может возникнуть, тем более, говорю, со временем. Алексей задал вопрос, последовательность цветов жил тоже неправильная или это картинка? Да, там тоже было, соответственно, неправильная последовательность. Там очень много, я еще раз говорю, кабельную систему. Мы, опять же, делали арендаторы или там представители арендатора, вот это строительные компании, которые, в общем-то, скажем так, где-то что-то прочитают, но, да, может быть, они делают дешево, но, к сожалению, ну, я говорю, как всегда говорю заказчику, даже если вы использовали там какой-то труд недорогих специалистов, ну, ребят, закажите хотя бы тестирование, да, потому что вам потом все это дело эксплуатировать, соответственно, смотреть вот эти проблемы. Ну, давайте перейдем к следующему. Вот с системой кондиционирования мы возвращаемся. В серверном помещении было установлено два вот этих охлаждающих блока кондиционера Toshiba. Как мы видим, максимальная мощность по холодопроизводительности заявленная, там 6,3-6,35, соответственно, киловатт. Берем по минимуму заявленную 6,35 киловатт, но при температуре в помещении 27 градусов, а там поддерживалась температура в помещении 17-19 градусов, а снаружи, соответственно, 35 градусов. То есть холодопроизводительность, вот заявленная производителем, она заявляется согласно Евровенту, они все должны быть, в общем-то, заявляться по своему классу, по определенным параметрам, а параметры в серверной или снаружи у нас воздух может быть совсем другим. То есть холодопроизводительность у нас, соответственно, будет совсем другая. То есть мы рассчитываем на одну, а, соответственно, будет у нас другая. По аудиту не смотрели ли мы физическую загрузку по количеству кабелей в канале? Это неважно, что иногда забивает так, что кабель не проложишь. Но там мы не смотрели, потому что это не была задача проверить кабельную систему или там загрузку кабельных каналов, потому что там все кабели были уже проложены, проложены там с избытком. Я говорил, что клиент, в общем-то, не бедный, он сразу там делал структурированную кабельную систему, и, в общем-то, кабелей у него хватало. То есть ему не надо было потом, соответственно, доставлять вот эти кабели. Но раз вы такой вопрос задали, сразу вам хочу сказать, что в стандартах, причем не в одном стандарте, а даже есть там и российский стандарт, который взят из американского стандарта, но и европейский там и так далее, есть такая норма, что кабельные каналы при проектировании не должны, при проектировании не должны быть заполнены больше, чем на 40%, а при эксплуатации не больше, чем на 60%. То есть есть такое, соответственно, требование, и это очень многие стандарты, есть такое требование. Даже в ПУе, даже, по-моему, тоже есть, сколько мы должны, тоже, по-моему, не больше 40% электрические кабели в кабельном канале не должны, соответственно, забивать. Но кто об этом знает и об этом думает, да? То есть вот системные интеграторы, компания Sonnet, уверен, что это знает, соответственно, старается использовать. И то тоже бывает так, что, ну, даешь заказчику, даешь рекомендации, они взяты не с неба. Вот почему, кстати, нам нужно все эти вот стандарты знать и, скажем, там их использовать и применять, потому что это уже написано либо кровью, если мы говорим про безопасность, да, либо с точки зрения эксплуатации, правильной потом эксплуатации систем. И может иногда кажется, какое-то правило, я иногда, бывает, читаешь правила, думаешь, почему она такая, потом думаешь, а вот, потому что, потому что, потому что. Потому что очень много систем у нас находится в серверной, очень много систем находится в центрах обработки данных, они все взаимосвязаны. Вот один такой, ну, раз мы опять про кабель, расскажу такой случай. В ЦОДе, вот есть проект, да, есть проектная документация. Я как раз курирую заказчика ЦОД. Прихожу и монтажники, им надо было вот так лоток проложить, проложили с точностью да наоборот. Я говорю, ребят, почему вы проложили вот так? Ну да, начальник, смотри, какая, мы кабель сэкономили заказчику, смотри, какая короткая трасса получилась. Я говорю, ребят, вы кабель, да, кабель сэкономили, но теперь этот лоток будет создавать зону разрядки и, соответственно, из-под фальшпола, вот здесь, вот в этом вот месте, у нас не пойдет воздух. Так что, дорогой мой исполнитель, будь добр, сделать так, как написано в проекте. То есть, этот проект был разработан специально с учетом центров обработки данных. Опять же, сразу с заказчиком хочу сказать, что обязательно кто-то должен контролировать, причем кто-то знающий контролировать все работы, выполняемые. Потому что косяков полно и произвольных, и непроизвольных, и в силу разных причин, и надо где-то быстрее, и где-то вот кто-то решил, так сказать, сэкономить вам материалы из лучших, соответственно, побуждений там и так далее. То есть, соответственно, все это надо делать. Если вы хотите сами контролировать, то обязательно тогда проходите обучение. Проходите обучение, или там хотите сами эксплуатировать правильно. У меня есть курсы по эксплуатации, есть курсы, соответственно, по архитектуре. Это очень-очень важные, соответственно, моменты. Потому что нюансов полно. Вам, кстати, любой системный интегратор может поставить качественное оборудование, сделать, кстати, качественный монтаж. Потому что все-таки системные интеграторы, они имеют этот опыт, они накопленный опыт, они этим занимаются. И в частности компания Sonet, они, ребята, все это знают, смотрят за тенденциями, изучают стандарты, покупают стандарты, обучаются и так далее. Тем не менее, вы будете дальше эксплуатировать эту систему. И поверьте мне, в более 70% случаев, и даже выше, любую качественную, правильно спроектированную, правильно смонтированную систему, заказчик может убить. Неправильные, соответственно, эксплуатации. К сожалению, это уже просто, ну, как просто практика, вот это показывает. Вернемся к нашим, соответственно, кондиционерам. Не выдержаны необходимые расстояния между внешними выносными конденсаторными блоками, то есть конденсаторные блоки у этих кондиционеров стояли друг на друге, да еще там, еще один внешний конденсаторный блок, это монтажная компания, тут же, соответственно, поставила еще чей-то. Соответственно, вот по данным производителя Toshiba, да по другим моделям, вот на эту конкретную модель я не нашел, в документации, именно в документации по вот этим моделям, но даже с меньшей производительностью сверху должно быть не менее 60 сантиметров между, соответственно, внешними конденсаторными блоками. А тут они просто поставлены, ну, удобно, друг на друге, вернее, сверху, там, на консоли они установлены, друг на друге, очень удобно, потому что, ну, расстояние, видно, здесь маленькое, очень удобно еще это место задействовать, ну, соответственно, скажем так, все это тоже может, опять же, повлиять на холодопроизводительность наших, соответственно, кондиционеров, и, скажем, в жаркую погоду, то есть не зимой, в жаркую погоду, это может, зимой-то, может быть, это даже и плюс, то, что у вас здесь будет теплый воздух подмешиваться, а вот зимой тут, ой, вернее, летом, жаркое лето, это может нам сыграть очень нехорошую, и, соответственно, шутку, да, то есть, ну, опять же, я говорю, что люди делали, которые делают системы, ну, они, в общем-то, физики процесса очень плохо понимают, плохо понимают все, что там происходит, поэтому, ну, делают как можно быстрее, как можно дешевле, но вот это может приводить, к сожалению, неправильным техническим решением. Вот реальная холодопроизводительность кондиционера, там она была менее 5 киловатт. Блок, то есть, там не было, там можно было бы, кстати, померить эту холодопроизводительность, но это бы стоило дополнительных денег заказчику, но решили уже не мерить, потому что там чисто надо было получить решение по существующему решению. Блок охлаждения кондиционера, который уставленный сзади ИБП, сейчас вот мы его покажем на схеме. Сейчас я его покажу. Вот этот кондиционер, как видите, вот этот кондиционер у нас сдувает, соответственно, холодный воздух, он опускается снизу, здесь у нас сервера забирают, здесь все хорошо, а вот здесь кондиционер стоял сзади источника бесперебойного питания. И получалось, что здесь у нас горячий воздух от источника бесперебойного питания, ну и там еще IT тоже часть оборудования, очень резко перемешивалось, соответственно, вот здесь с холодным воздухом, и, скажем так, не очень, не очень, вернее, вообще, скажем, неудачная установка вот этого кондиционерного блока. Соответственно, его работа, в общем, достаточно непродуктивная и непроизводительная и неправильная. И главное, что потоки там шли абсолютно неправильно, это всегда, в общем-то, может привести при увеличении нагрузки или там при ротации к некоторым проблемам. Вот, тем более то, что там планировалось очень резко увеличить, соответственно, нагрузку. Соответственно, в сервере оповещение поддерживалась температура 17-19 градусов, то есть достаточно низкая температура, то есть вот 17, вот все, что ниже уже 18 градусов, это, в общем-то, не очень хорошо. Влажность помещения не регулировалась, но, опять же, это по требованию стандартов, по требованию стандартов есть, соответственно, определенная поддержка влажности, и с данных системы, соответственно, контроля установленных ВБП, относительная влажность у нас менялась в пределах от 18 до 47 процентов. Алексей задает вопрос, скажем так, много существует различных стандартов, ну, давайте мы лучше по системе холодоснабжения поговорим, потому что там есть очень моменты такие, ну, скажем так, давайте дам такие вот, скажем, жесткие требования по российским стандартам, это 40-55 процентов, соответственно, сейчас допускается в стандартах 20-80 процентов, а производители оборудования, многие уже пишут, чтобы не выпадал конденсат у нас на, соответственно, оборудование, то есть с влажностью такой очень момент интересный, но тут мы просто шли еще по стандарту, ну, понятно, относительная влажность, в общем, да, Владимир как раз добавляет, должна или, скажем так, в идеале регулироваться, либо хотя бы контролироваться, да, потому что, вот скажем, падение меньше 20 процентов, это, в общем-то, в принципе, ну, такой нам сигнал, да, то есть, что все-таки это достаточно уже сухой воздух и, кстати, там IT-специалист работал без браслета, то есть, в принципе, возможно, понижение и работа в помещениях с относительной влажностью меньше процентов, но тогда надо снимать статику перед тем, как работать, соответственно, с IT-оборудованием, тем более, очень часто в серверных у нас используется такое покрытие, которое, по которому мы прошли, пошаркали ножками, да, и статика на нас очень образовалась и, соответственно, ну, есть, скажем, вероятность того, что мы статику сбросим на IT-оборудование, что не очень хорошо, да, то есть, может, соответственно, привести к некоторым проблемам. По холоду снабжению мы еще поговорим и там, в общем-то, затронем и вопросы, соответственно, влажности. Какой вывод был сделан по системе кондиционирования? Холодопроизводительность двух кондиционеров достаточно в летнее время, однако, будет недостаточно холодопроизводительности, если выйдет из строя один из кондиционеров, даже при существующей тепловой нагрузке. А холодопроизводительность двух кондиционеров будет недостаточно для отвода тепла при установке blade системы и система хранения данных система хранения данных то есть при установке дополнительного оборудования у них уже даже два кондиционера скажем так при заявленной нагрузки они бы просто не справлялись ну и понятно что даже при установке айти системы ну там считали как я считал значит все тепловые нагрузки делались расчеты соответственно бралось данные от производителей там соответственно тепловая теплопритоки от системы бесперебойного питания и соответственно учитывалось теплопритоки в летнее время но даже там и теплоприток от человека я даже не считал потому что это даже в общем-то нам да все суммируется теплопритоки суммируется и делается соответственно анализ по теплопритокам то есть ситуация была такая что при установке даже дополнительное оборудование при небольшой нагрузки работы blade системы и соответственно системе и новой хранилки у них получалось что два кондиционера уже резерва у них не получалось то есть так у них еще хватало и работал один кондиционер 2 работал на подхвате при существующей нагрузке но опять же в жаркое лето скажем сейчас я уже там не помню нет хватало хватало одной по связи с полых хватало производительности но там другая другая как бы возникла тогда свое время проблема из-за высокого давления отключения но мы уже не будем там все дмитрий все учитывалось соответственно вся холодопроизводительность учитывалось внутри вот алексей пишет внутри стоечное охлаждение вообще не паримся по поводу влажности кондиционер когда они не справляются с охлаждением многополочных систем хранения данных но опять же не это не важно понимаете у вас внутри стоечное охлаждение или вы делаете охлаждение каким-то другим способом вы можете париться либо не 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 запариваться влажностью сейчас такой общая тенденция что уходят от от этого параметра потому что это электроэнергия большие затраты тем не менее надо грамотно эксплуатировать опять же если мы не поддерживаем относительно влажность грамотно эксплуатировать систему хранения данной все эти наши системы но также я выдал рекомендацию установить систему газового пожаротушения с целью уменьшения риска распространения огня и потери соответственно оборудование просто стоимость у них оборудование достаточно уже высокая вот как вы видели в общем то оборудование достаточно качественная вот выходные дни если бы что-то сработало то соответственно не дай бог где-то возгорания и из-за короткого замыкания или там из-за тепловой нагрузки там и так далее то есть то соответственно или мало ли какие-то факторы да то есть блок питания где-то там вышел соответственно коротнул вышел из строя то соответственно риск потери оборудования но и риск потери остановки системы я уж про оборудование ланы риск остановки системы для этого заказчика тоже был очень соответственно очень важен и очень актуален поэтому я им выдал рекомендацию по установке системы газового пожаротушениях хотя она по нашим стандартам sp5 по таблице 1 не обязательно то есть да то есть то есть можно было бы не ставить но тут уже как это сказать я еще понимаю вот бывают заказчики у которых и и денег совсем совсем мало ну там такой заказчик в общем то у них у них денег хватало то есть им им хотелось все сделать по уму и соответственно качественно но я также дал конечно рекомендации не устанавливать систему газового пожаротушения хотя вместо я им нашел то есть не не самой серверная соответственно за серверные потому что и так серверное место не было газовое соответственно баллоны поставить нас настроить при срабатывании система пожаре отключение электропитания серверной в автоматическом режиме в нерабочее время ну естественно шутдауном вот потому что этого тоже у них не было то есть у них два да два извещателя стояли но горю спрашиваю вот 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 пожар в субботу воскресенье чего куда кто у вас там будет работать на там на входе у них бабать бабушка там сидела ну или там какой-то охранник такой в общем то ну такой очень очень было понятно что эти люди в случае чего-то они ничего не смогут не сделать давайте все таки я сейчас вот смотрю времени совсем маловато вот я сейчас быстро все-таки закончу потом у нас владимир еще из компании sonnet пару слов и соответственно чуть-чуть добавит своих примеров об а я уже там еще ваши тогда вопросы соответственно посмотрю ну не будущем уже останавливаться еще из одних кейсов вызвали меня тоже на аудит с перегревом серверов у меня есть соответственно тепловизор по которому хотя еще раз хочу сказать что в принципе сейчас если даже серверная заходишь то есть принципе уже ну скажем на 95 процентов понятные проблемы из-за чего соответственно возникает но тем ни менее тепловизор еще позволяет совсем локально определить точки и таскать зоны особенно с электрику очень неплохо когда нужно делать протяжку как в каком состоянии контакты находятся выявление зон перегревов вот частности вот у перегревались вот сервера сверху и видно что вот там у него снизу у нас температурой более-менее нормально да а вот сверху вот не видно уже зона возникает зона перегрева и вот он жаловался как раз мы выявили вот здесь зону перегрева и опять же было скажу так расстановка оборудования у него была правильная но была проблема именно неправильные соответственно эксплуатации оборудования частности у него не было воздушных клапанов и соответственно воздух у нас при отключении и ротации кондиционеров успешно уходил не в ту сторону в которую которую бы хотелось что приводило как раз перегрева вот этих соответственно серверов но такой тонкий момент но тем ни менее он соответственно есть существует и кстати достаточно много таких вот ошибок тоже соответственно есть соответственно у клиентов еще вот здесь пример перегрева снизу возникал но тоже опять же не будем сейчас останавливаться потому что времени у них у нас совсем мало сделаем выводы по нашему соответственно вебинару не оставляем окна в серверном помещении убираем пыль после проведения всех работ или там делаем обеспиливание пола в самом начале если мы все-таки строим серверную используем шкафы с перфорированными дверьми при соответственно объемном охлаждении контролируем повышение температуры обязательно в серверной же сплошь и рядом этого не не делается соответственно в случае повышения температуры могут возникать различные проблемы холодный воздух направляем на фронт стойки горячий кондиционером и стараемся именно так расставлять оборудование стойки и соответственно кондиционеры чтобы горячий воздух шел кондиционером как можно ближе по короткому пути а холодный воздух соответственно направлялся в зону туда откуда высасывают сервера из хранилки холодный воздух правильно распределяем электропитание на подушках готовим команду по эксплуатации серверные потому что люди действуют непредсказуемо действует по своей человеческой логике к сожалению в серверных логика работает совсем по-другому да то есть опять же вот по холоду снабжению мы остановимся я вам расскажу несколько примеров логики и пройти логику я вам тоже рассказывал то есть в инженерных системах айти логика когда не трогай все работает она к сожалению не работает вот и уровень отказа устойчивости центра обработки данных зависит не от количества установленного оборудования или там качество его или там работы системы интеграта от грамотного проектирования и монтажа систем а также дальнейшей правильной эксплуатации соответственно серверами владимир передаю вам соответственно слово если кому-то интересно есть курсы по обучению как раз 28 30 августа трехдневный есть руководство соответственно есть группы в соцсетях по центрам обработки данных ну и соответственно передаю слово владимиру алексеевым да меня отлично приветствую коллеги расскажу о нашем опыте строительство небольших относительно небольших судиков или относительно больших серверах на первом слайде для кого-то наверное знакомые были картины существующий серверный одного из наших заказчиков которую он эксплуатирует в таком виде уже несколько лет да наконец-то руководство вняло мольбам системы администратора я даже боюсь представить да володец что-то плохо слышно вот может быть поближе к микрофону или что-то там как-то он там совсем уходил это я я на кресле что-то отъехал да вот еще раз привести в рабочее состояние в приемлеме текущую серверу невозможно также написано провели аудит написали официальное заключение и сейчас рассматривается вопрос о выделении финансирования на строительство нового помещения и с нормальной инженерной инфраструктуры дальше дмитрий у меня чуть не перещелкивать давайте я дам и я перещелку дальше реализованные проекты это где-то 2011-12 год резервный центр выработки данных виде небольшой серверной спаровский необходимость возникла в свое время когда в очередные новогодние праздники возникла очередная пиковая нагрузка на сервера и в этот самый неудачный момент что-то у них там поле электроснабжение отключилась то ли кондиционер встали все по аварии был неприятный день после этого дирекция заказчика приняла решение на сервер строительство резервной серверной в одном из торговых центрах что нами и было сделано обращаю внимание на следующее это опять пропадает сейчас слышно это видимо то ли с сетью наверно проблемы какие-то вот здесь мы реализовали полный комплекс инженерных систем причем на мой взгляд правильно резервированная система охлаждения на базе кондиционеров прецизионных юнифлайер леонардо по моему резервированная система из перебойного питания образе идут по инженерам электрик автоматическая система пожаротушения и система мониторинга всего этого количества с вынесенной панелью автоматической системы здесь показано звук звук пропадает сейчас я навали также СКС реализовано, на СКС тоже не экономили, а СКС категория 6А сертифицировано в последующем у производителя Молекс. Примаясь на акции. Собственно, отличие этого объекта от СОДА исключительно в размерах и мощности. В принципе, построение в этом системе у нас сохранили те, которые применяются на более крупных объектах. Вот звук уходит прямо раз-раз и со временем. Вот когда я прерываю, прямо прерываю, а потом звук нормальный. Может мне вопросы чаще задавать. Коллеги, я не знаю этого. Ну, понятно. В общем, вот этот пример как раз у Спаровских, да, то есть решение, соответственно, по серверной, да, получается. Да, да. Причем приспосабливали помещение, на самом деле, которое изначально было вообще... Ну, под ним не годилось под сервером. Абсолютно не годилось. Вот эта вот картинка с внешними конденсаторами и блоками... Нет, я вижу. На самом деле, там, если камеру бы чуть-чуть повернуть, то у них от зоны выгрузки мусора... А, понятно. Да, нам пришлось дополнительно физическую защиту. Ну, вот, да, вот стоит вот этот как раз ограда, чтобы, так сказать, сюда не въехала машина там или там... Чтобы безумно эти мусоровозы... Да, да, да. Сломально ничего. Понятно. А само помещение пришлось дополнительно утеплять, сняла теплую изоляцию. Угу. То есть, да, на фотографиях не так видно, но... Ну, понятно, вот это... Типа вот эти стены, да, они на самом деле... Они из легких конструкций. Да, это вот сверху над всем этим торговым многоэтажным центром. Да, это вот такая вот небольшая подстроечка. Ну, это типа первый уровень, да, то есть, ну, я веду первый этаж, да, получается, или нет? Да, это первый этаж, и над ним мокрые процессы. Сбоку от него мокрые процессы. Сохламленные, как всегда, у сетевиков ритейлов. Ну, чем только можно, там, от коробок до арбузов. Вот. Тем не менее, удалось приспособить, делали теплоизоляцию, гидроизоляцию дополнительно по нашему заданию. На оборудовании уговорили не экономить, а получили надежное решение. Угу. Работают. И никуда не перевяжем. Понятно. Ну, давайте еще... Бизнес идет у них. Сибур, нефтехима. Да, одно из подразделений Сибура. Они же немного летят. У ребят возникла необходимость, у них были какие-то структурные изменения в 2010-2012 годах. Возникла необходимость в организации временной, серверной, также в неприспособленном, как всегда, помещении. Ну, три шкафтика, да, они ставили? А это три здесь и три еще... А, напротив, вот. Также такое какое-то полуцокольное помещение. Пришлось решать вопросы с как гидроизоляцией, так и еще и с водоподготовкой. Да, потому что по опыту с пара мы приняли решение ставить систему увлажнения все-таки в кондиционер. Так как общая обменная вентиляция, которая присутствует на новых объектах, она не предназначена для обслуживания, для работы именно в суток. Ну, понятно. В зимний период загоняется слишком сухой воздух. Ну, да, да, да. Нам пришлось пару увлажнений ставить. Ну, и также на этом объекте нам применены, в принципе, те же самые решения. Только шкафы подешевле поставили. Также Uniflare, Leonardo, прецизионные кондиционеры. Также стомпо-зартушение. Также бесперебойники. И также кабельная система. Вот опять отключились. Так, и вот еще один объект BXPlan. Сибур BXPlan. Сейчас слышу. Да, да, да. Да. Следующий объект, который у нас сейчас в стадии завершения. BXPlan в Балахне. Основное предприятие этой группы. Помещение не очень удачно, но опять же, как всегда, серверно выделялось. Из-за того, что здесь. Она сложена такой, г-образной формы. Плюс еще с разнообразным. Нехорошим. Да, вот я вижу. Да. Колонны и ригеля, конечно. Да. Сейчас вот занимаемся монтажом системы пожаротушения. И имеем определенные проблемы в связи с этим. Понятно. С трубной разводкой, да? Да. С учетом того, что во первом этапе были запущены серверные конструкционные стойки и смонтированы системы охлаждения. И сейчас мы поверх и в промежутках между всем этим монтируем АГПТ. Понятно. Да. В общем, интересная творческая работа была и в части монтажа, и в части проектированного. Потому что здесь нагрузки уже выше, сейчас точно не скажу, и количество шкафов уже больше. То есть вот на первом кадре показаны стены шкафа. А вот на второй картиночке постепенно заполнены серверные части. Вот она туда, вот в эту сторону она уходит. Итого здесь два конструкционных стены шкафа и в момент 4 серверных. Здесь пришлось, в связи с совсем небольшим развером, пришлось привлечь от того же юнифлайера, который сейчас в группе шкафов. Вот они, золочные. Да, потолочные тренеры. Они у них позиционируются, как решение для телекомов на всяких базовых станциях. То есть, по сути, они не совсем как-то прецедренные. У них мои задачи справляются. Увлажнение в них не встроить никак. И с деплобъектами мы решили заняться лучше в инфляцию. В инфляцию подогревом заняем они. Ну вот я смотрю, да, вот это. Нет, это у них от фабрики кухни. Наши выходят вот здесь вот, над блоками конзиев. И уходят наверх от вытяжного. А при том, на другую сторону крыльца. Вот. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Немножко что-то... Да, что-то у нас звук немножко сегодня как-то не заработал. Очень странно. То есть, я вопросы задаю, и звук включается. В прошлый раз такого не было. Странно. Так, ну, да, мы переходим к вопросам. Если у кого-то еще есть вопросы, я напоминаю, тот вопрос, который мне больше всего понравится, я подарю свое руководство, вы его можете, соответственно, скачать. Да, то есть, у меня, если кому-то нужно будет контакты, у меня есть здесь контакты, хотя меня найти очень просто. То есть, Мацкевич Дмитрий, ЦОТ наберете, и, соответственно, я во всех сетях присутствую, включая пока запрещенный даже линк ЕДИН и так далее, и так далее. То есть, соответственно, можете подключаться. Единственное, что я, правда, подключаю сейчас людей, и я смотрю, кто чем занимается, а то какие-то сейчас боты еще подключаются, начнут еще что-нибудь продавать или там мозг выносить. Вот. Так, вот тут Андрей нам уже выдает техническое решение по поводу звуковой карты. Криво работает, либо включено шумоподавление, которое тоже так же работает криво. Спасибо, Андрей. Да, возможно, но мы уже с организаторами габинаров поработаем, да, то есть уточним, потому что, действительно, первый семинар у Владимира все великолепно отработало по звуку. А вот сегодня при подключении, при тестовом прогоне уже какие-то начались проблемы, и я думаю, Володь, это тоже как-то с этим все завязано. Да, я почему-то думаю, что это все-таки к софту вопрос, а в других приложениях без проблем все работает. Да, да, да. Ну, в частности, вот у меня на MacBook, там через Safari у них не работает, через Google Chrome оно у меня тоже сначала не работало, потом волшебным образом заработало, потом отключилось, потом оказалось, вот там надо тоже кнопку секретную нажать. Ну, в общем, я думаю, ничего, ребята еще доработают, интерфейс на самом деле очень дружелюбный и интересный, так что я думаю, все это будет хорошо работать. Ну, раз вопросов нет, всем огромное спасибо за участие в нашем вебинаре. Следующий вебинар, я напомню, у нас 12 сентября, мы будем рады. Приглашайте ваших каких-то еще, может, партнеров, коллег, которым будет интересна система холодоснабжения, потому что действительно с ростом и приходом Blade систем, с ростом нагрузки эта проблема стала очень серьезная, потому что раньше, вот как вот Владимир показывал, примеры серверных, все это еще работало, до 2 киловатт все это отводилось обычным образом, как-то еще все работало. Ну, вот действительно, вот сейчас я сталкиваюсь с тем, что заказчиков очень много на аудит уже и действительно проблем очень много, поэтому мы благодаря компании Sonet 12 сентября проведем семинар по, соответственно, по холодоснабжению и, соответственно, тоже поговорим по проблематике именно холодоснабжения в центрах обработки данных. Сейчас я посмотрю, мне там один вопрос понравился, сейчас, 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 так, сейчас, и пока можно еще, ну, давайте, Алексей Зобнин, Алексей Зобнин, напишите мне на мой e-mail и, соответственно, выберите руководство, которое вам понравится на сайте вот этом dcnt.ru и я вам, соответственно, его в подарок пришлю, думаю, может быть, он вам будет полезен. Ну, если вы не против, конечно, получить, потому что иногда бывает, и людям ничего уже и не нужно, все есть. Ну, что, тогда завершаем, да? Итак, мы, как всегда, сверх идем, сверх плана, то есть мы планировали где-то полтора часа, чуть у нас... Опять заговорились. Да, получилось, да, спасибо, спасибо, Владислав, спасибо за спасибо. Надеюсь, что было действительно очень интересно и полезно, потому что информацию мы даем такую, которая идет уже от практики, ее вот в интернете найти невозможно, да и структурировать очень тяжело. Поэтому, если у вас что-то есть в серверных, посмотрите, может быть, вы какие-то уже технические решения посмотрите и будете перед руководством отстаивать. Если все-таки есть сомнения по системам, то есть возможность лучше проводить аудит или готовьте сами специалистов, или сами обучайтесь, потому что, поверьте мне, проблем реально очень много. Вот, ну и, соответственно, до новых встреч. Еще раз благодарю компанию Sonent за организацию вебинара и проведение этого вебинара. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok